Девушки отдыхают Людмила Черсина и Владимир Конкин Мало кто испытал на своем артистическом веку Такую громкую популярность, как Людмила Черсина Начиная с середины 60-х Она не сходила с экрана К ней приходили тысячи писем от поклонников Со всего Советского Союза Первая же работа Владимира Конкина в кино Роль Павла Корчагина в телефирме Николая Мащенко Как закалилась Сталин мгновенно принесла начинающему актеру Широкую известность и официальное признание Но самая известная роль Володя Шарапов Из места встречи изменить нельзя Ну что ж, я думаю настало время и нам побывать В театральной луже Второй мой фильм был роман Совлюбленного Кончаловского Где я сделал «Лашего брата-герой» Хотя должен был играть герой в фильм Потом фильм «Марина» Там и другие картины Такая этапная картина была От «Эбата» шли солдаты Которые до сих пор пользуются большим успехом У наших зрителей Это последний фильм был Леонид Федорович Быкова И для меня эта картина была очень дорога Потому что Быкова я с детства любил как актера И вот мы потом получили государственную премию Украины Тараса Григорьевича Шевченко за эту картину И дальше уже постепенно после Быкова Уже у меня пришла первая классика Это был десятый мой фильм Кавказская повесть Казаки Пальму Николаевич Толстому Где я сыграл героя Ленина И вот это уже был другой переход И другая весовая категория Потому что у меня всегда была мечта Играть классические роли И потом уже как-то я уже мог выбирать Я выбирал и до этого Но теперь я уже как бы устоялся в статуте Актера не капризного, но засхующего Понимаете, это не синоним Это нужно понимать И только вот я говорю, что где-то после десятого фильма Этот статут за мной как бы укрепился И уже в картину «Место встречи» изменить нельзя Тогда она называлась «Эра новосердия» Это как раз после «Кавказской повести» В 78-м году я закончил тот фильм И пришел в это Я почему вот так вот как бы иду по этапам Потому что в жизни любого актера есть этап И вот какое будет у тебя первое звукосочетание Какая радуга будет у тебя в твоей палитре От этого ты и будешь исходить Вот, ну, повторяю, что Дебют Это действительно очень ответственное дело Поэтому к нему нужно очень ответственно Безусловно, относиться Он решает дальнейшее Он является, может быть, даже золотым ключиком Дальнейшей твоей судьбы актерской В данном случае, мне кажется, что Я не совсем уж дурно разыграл эту партию Во всяком случае, 40-летняя практика Уже моей творческой деятельности Вот, она там у порука Что я пока еще не забыт Я до сих пор могу выбирать то, что я хочу Я достаточно дорогой артист Вот, поэтому Вы меня не так часто видите на экране О том, что То, что предлагают Это просто настолько Ниже моей планки Я не могу подводить зрителей Я не хочу Им делать больно Потому что я знаю, что у меня есть Серьезные Уважающие мое творчество И мою личную жизнь Люди Мне сторонние Но они мне близкие И они, наверное, были бы в обиде Если бы я стал бы мелькать В свои, там, 58 лет с голой задницей Или, так сказать, изображала себя Пылко влюбленного, так сказать Под вздымающимся одеялом Понимаете? И, наверное, это та пошлятина Которая, во всяком случае Меня не должна касаться Так что отбор Еще раз отбор Селекция Так же, как и во всех моих спектаклях Которых я принимаю участие Лучше меньше, да лучше Скажите, пожалуйста А хотели бы Ну, в своей долгой актерской карьере Сыграть Гамлета, например Или сейчас Слава Богу Возрасту вашему Например, Короля Лир Вы знаете, это старая актерская притча Что когда актер молодой приходит в театр Он полон энергии, надежды Он еще романтик И, конечно, он хочет играть Ромео Но Ромео сыграл Иванов Ему не дали Ему уже за 30 Он все там кушать подно Кушать подно Он мечтает о Гамлете уже по возрасту Созрел быть или не быть Вот еще вопрос Все Вот Но Гамлета к постановке театра не взял И вот у него уже предпенсионный возраст Он уже кашляет У него уже Одна нога волочится там И так далее Ну вот Короля Лира Я вот этим дочерям Я вот все Сказать Да Вот Понимаете Но Дали ему Короля Лира И он от радости умер Понимаете Вот В этой притче, к сожалению Не сколько иронии Сколько боли Потому что действительно Так оно и бывает И в юности Мы рассчитываем на одно Получаем другое Третье Четвертое Я вам честно признаюсь Вот я имею право уже Наверное Говорить о чести Служения актерскому экскурсу За 40 лет Я не знаю ни одной Благополучной судьбы Даже то Что со стороны кажется Ну там Вот же Гарханян Или там Ой Смоктуновский Я прекрасно знал И Армен Борисович Знаю замечательно И до тех пор Мы с ним В прекрасных отношениях Дружеских Вот И у Иннокентия Михайловича Смоктуновского Когда мы снимали роман Соблюбленных Я у него жил две недели И вот И он мне рассказывал Столько о своей жизни Что я могу книгу Об этом написать Я человек Пишущий И ведущий дневники Поэтому у меня Все эти воспоминания есть И мне везло Я очень многих знал Актеров Замечательных Великолепных Потрясающих Мне просто повезло Я успел Застать очень многих И со многими В очень хороших отношениях И творческих И личных Что не всегда Получается Можно любить актера Со стороны А с близкого Расстояния Он опасен Иногда бывает Он может разочаровать Поэтому Мне везло На этих людей Они тоже отчасти Формировали и меня И мой вкус И творчество И поэтому Казалось бы Смоктуновский Или еще кто-то Грибов Тот же там Яншин Герой соцтруда И так далее И всех преми Лауреат И все у них есть Но сказать о том Что это были счастливые люди Это величайшее заблуждение Как ни парадоксально В горе Можно найти большую силу И я ее для себя нахожу И поэтому Примеры моих Ушедших товарищей И достойная жизнь Моей супруги С которой мы прожили 38 лет Оно дает мне право Еще больше И сильнее быть Понимаете Другое дело Что все в руце Божией Даст мне Господь Сколько он мне даст Еще работать И служить Но во всяком случае Перед зрителем Я всегда честен и чист Я никогда не ухожу на сцену На компромисс Не иду Я не снимаюсь в плохих фильмах Понимаете И пытаюсь Если у меня берут интервью Говорить взвешенные фразы Потому что За каждой этой фразой Есть мои слезы Пот и кровь И для меня Вся жизнь Это большой большой урок Она не закончилась И я не ставлю В своем уроке Какую-то жирную точку Нет Это многоточие Безусловно У меня все-таки Трое детей У меня пять внуков Есть ради кого жить Понимаете И безусловно Я из своей судьбы Не вычеркиваю Самых главных моих судей Это зрителей Которых я уважаю Люблю Я никогда не держал фигу В кармане И я вправе рассчитывать На их искреннее отношение Ко мне Что я в общем-то И получаю Потому что Простой Нормальный Зритель Они Видят Понимаете Когда лукавит Человек на сцене Или в кино А когда нет И должен вам сказать Что на крупном плане Вот сейчас Господин оператор Не даст Соврать Потому что Вы многих Интервьюируете Людей И политиков И актеров И спортсменов И достойных людей Наверняка Вы видите Когда человек Лукавит И вот Камера Даже цифровая Понимаете Она обладает Удивительным качеством Когда она Наезжает Трансфоркатор На крупный план Актера И она Или вашего Интервьюируемого Человека И она В глазу Где-то в глубине Она видит Вранью Понимаете Вот ту степень Неискренности Почему-то Вот они обладают Вот этим удивительным Качеством Наши камеры Поэтому Те кто пытаются Ее обмануть И держат фигу В кармане Это видно Искушенному Зрителю И внимательно Смотрящему Человеку Это видно И я думаю Что те люди Которые увидят Это маленькое Интервью Они Поймут Что я их Действительно Искренне Люблю И сейчас Для меня Это может быть Главная Поддержка И панацея От моего Горя Потому что Актер Как бы ему Трудно Он обязан Выходить На сцену Он обязан Работать И в этом Подтверждение Его силы Потому что Я говорю Что Опустить крылья Это проще Паре на репах Но ими Уже потом Трудно Взмахивать Понимаете Поэтому Я хочу Еще летать Мне есть Зачем Это делать Есть ли у актера Конкина Какое-нибудь хобби Чем он занимается Вообще Свободно От работы Время Свободно От работы Время Я всю свою жизнь Занимаюсь Читаю книги Я Люблю Это занятие Я сам Читаю Пишущий У меня много И рассказов Я пишу И о Чаадаеве И о Гоголе И о Паганини У меня есть И поиски И сэр Я обожаю Эпистолу Я люблю Писать письма Писать письма От руки Никакие Там вот эти СМС Ничего Ни телефонный разговор Я терпеть не могу Мне скучно А в Эпистоле Ты можешь Расскрыть себя Потому что Ты подбираешь слова Они у тебя Формируются Твое предложение Я люблю Русское слово И обожаю Литературу 19-го Начала 20-го века Которая Сформировала Русскую словесность И наши Гениальные Милитристы Там Как говорится Порука И я счастлив Что я получаю От этого удовольствия Вот И того же Желаю Всем тем Кто смотрит Наше Маленькое Затянувшееся Интервью Всех благ Здоровья Счастья Любви Здоровья Любви Здоровья Любви Веры В лучшие Вот что я могу Пожелать Моим Самым Дорогим Суть Вам Зрите Майдер Спасибо Как получается Так Что вы все-таки Стали актрисой Как вы выбрали Этот путь Знаете Наверное Его величество Случай Мне подарил Эту профессию Потому что Я собиралась Либо корабли Строить Либо стоять На мостике Либо самолета Либо стоять На мостике корабля Либо председатель Если бы колхоза Быть на меньше Я была Не согласна Но Я счастлива Потому что Эта профессия Она мучительная Но она удивительная Она Развигает Границы Души И познаний И Возможности Человеческого И себя В том числе Понимания Изучения И так далее И так далее Насколько я знаю Вы уже не раз Вам доводилось Играть царственных особ Но Возможно Помимо этого Какая роль Давалась Труднее всего Вы знаете Ну всякую роль Начинаешь с белого листа Во всяком случае У меня Поэтому Есть и сомнения И страх И боязнь Что не получится И Пытаешься Искать Работать Себе что-то Переиначивать Так сказать Пристраиваться К характеру Вот Потому что В жизни Я совершенно Сказать Ну я играла Екатерину Первую Я играла Марью Федоровну Жену Павла Первую С Олегом Борисовым Я играла Княгиню Ольгу Это первая Равноапостольная Святая Руси Вот Рядом с этим И крестьянок Играла У нас был Французский Балетмейстер На Княгине Ольге Ставил старинные Древние Русские танцы И Византийские танцы Очень красивый Был спектакль И потом В газетах В парижских Мне прислали Что в общем Тиса Которая В равной степени И крестьянок И Королев И императриц Это было Очень приятно Вот Поэтому Ну наверное Самое сложное Было все-таки Княгиня Ольга Потому что Это 2 часа 15 минут Практически Ее монолога Исповеди А вы знаете Всякий раз Когда прикасаешься К таким В общем-то Характером Образом Личностям Легендам И святым Тем более То невольно И я Брала Как бы Благословение И пыталась Возвлекать Так что Ну бывает У меня есть спектакль Сейчас я играю Алехандро Кассона Испанского драматурга У него она называется Утренняя фея А у нас называется Та, которую не ждут Это единственный В мировой драматургии Опыт Когда главной героине В пьесе Выводится страница То есть Ее величество Смерть Хотя спектакль Собляет очень светло И доброжелательное Ощущение И впечатление И она очень справедлива Она Мудра И она говорит Что Когда там Один герой говорит Лучше любое испытание Только жизнь Она говорит Жизнь А ты думаешь Мы так различные Могли бы существовать Друг без друга Говорит Ну не трожь дитя И он говорит Боже мой Дети Так часто Не ведая того Играет со смертью Как впрочем И каждый из нас Да Вот И она Приносит в этот дом В который приходит Приносит Вносит гармонию И она говорит Старику Что Сегодня ты Благословишь Мое имя Не веришь сам И действительно Когда она В общем-то Восстанавливает Справедливость Он Сказать Ее благодарит Еще раз Жизнь Она занимается Йогой Фитнес Клубы Посещает В общем Продвинутая Бабушка Не такая Севшая Внученька Поешь И так далее Но начались Съемки Как вы сами понимаете По 12-14 часов в день И тут уже Только успеваешь Переодеваться Риспоминать Где Когда В какой Прическе Поэтому Не всегда Все удается В таком Варианте Съемок Осуществить Мы вас видели И на сцене И на киноэкране А все-таки Людмила Черсина В жизни Ваши хобби Увлечения Может быть Какие-то Вы знаете Славочка Дело в том Что профессия Которая Требует Постоянного Внимания К жизни К людям Наблюдения И отдельно Каким-то хобби Я ничего Не коллекционирую Ни картин Ни спичечных Коробков Ни антиквариата У меня Хобби Это сама жизнь В которой В общем Только есть Необходимость Во-первых Многим надо Помогать У меня мама Очень пожилой Человек Нездоровый У меня Внучки И так далее И так далее И Просто иногда Хобби Это Побыть в тишине И взять Любимую книгу И Как можно Чаще Бывать на природе Хотя это Очень редко Удается Либо из окна Поезда Либо из окна Машины Ты наблюдаешь Поэтому Какого-то Хобби На него Просто Не остается Времени Насколько я знаю Часто бывает Что у мужчин Актеров Так уж Повелось Наверное Спрашивают Не хотели бы Вы сыграть Гамлета Допустим А у женщин Актрис Может быть Тоже существует Такая роль Или может быть Поняла Вы знаете Всегда обычно говорят Ну Хочется надеяться Что лучшая роль Впереди Я Не могу так сказать Меня Как говорится Судьба И кинематограф И экран И сцены Не обидели ролями Я играла много классики Настасья Филипповна За которой я переехала Из Петербурга В Москву В Достоевском Идиоте Леди Макбет Баронесса Штраль Дуэт для солистки Эту гениальную скрипачку Был даже фильм Актриса играла Потрясающе Получил фильм Семь Оскаров Вот Кемпинский Затем Вот сейчас Ну и Угрюмрика Олеся Куприна Журавушка Верине Лидии Сифульной Приваловский миллион В общем Дай бог Вы знаете Я не загадываю Просто уже по опыту знаю Что Пусть это будет Простая Женщина Но как мы знаем Простых людей нет Иногда мы так ошибочно Отмахиваем Ага Очень простой Банальный человек Просто Не удосуживаемся Заглянуть Попытаться понять Что за этой Внешней Вроде бы Простотой И неброскостью Скрывается Какая-то Очень сложная Судьба Жизнь Какие-то Страсти И так далее И так далее Поэтому просто Хочется играть Живых Людей Узнаваемых Которые бы Помогали Что-то Зрителю Да и Все равно Учишься Все равно У своей профессии У жизни Как только Перестаешь учиться Тут Считайте Уже Благодаря чему Можно Вживаться В образ Ведь За год Вы играете Не один спектакль Огромное множество И каждый раз Новые роли Новые образы Как Знаете Ну это В общем Профессия Поскольку Над каждым Образом Репетируя Работаешь Там Два Три Четыре Иногда Шесть месяцев Девять месяцев То естественно Постепенно В общем Ты себя вооружаешь Как бы Заполняешь Свою природу Свою душу Находишь Нужные Реакции Проверяешь На репетициях Что-то От чего-то Отказываешься Вот А затем Как говорится Природа мудрее Нас Во много Тысячи раз Поэтому Она запоминает И когда уже играешь Самый сложный Бывает Премьерный спектакль И первые пять спектаклей Когда ты еще Не на рейсах Когда ты еще Ну потому что Очень многое зависит От публики Бывает публика Очень чуткая Тонкая Ну как партнер И тогда Ты расцветаешь Нас И не бывает Такая немножечко Публика Ну и давай Развлекай Тогда конечно Приходится преодолевать Извоевывать ее Вот А Конечно В неделю Иногда приходится Играть Три-четыре Разные роли И разные эпохи Это все Профессия Прежде чем согласиться На роль Вот просматривая сценарий Какие качества Могут Например Сразу заранее Оттолкнуть вас От того Чтобы эту роль Не играть И то Вы знаете Ну как говорят Отрицательная роль Мы же все Бываем Очень разные У нас Как писал Достовецкий Есть и прямые Светлые проспекты И кривые Закоулки Грязные закутки И так далее Другое дело На что нам Дана Эта часть Да Чтобы мы Соображались Чтобы мы могли Подавлять себе Какие-то Недобрые проявления Бороться Со своими Несовершенствами Вот Ну а если Это откровенно Во-первых Я не соглашаюсь Никогда играть С роли Которые Разрушают Души Играть Какие-то Роли Которые Несут Негатив Его и так Достаточно В жизни Поэтому Вот Это основное И хочется Пожелать Чтобы Город Развивался Чтобы в нем Было Много Добра Чтобы в домах Было Много Здоровья У людей Понимания Любви Веры И надежды Людмила Черстерна Народная Артистка Всего Советского Союза Как меня представляет Аристарх Ливанов С удовольствием Ответила На вопрос Поговорила И хочу Благодарить Вас За внимание Вот и подошла К концу Очередная Наша передача Но мы не поощаемся С вами Насовсем Нас ждет Еще не одна Увлекательная Встреча Впереди Много Знакомств Концертов Вечеров Представлений Спектаклей Мею прекрасного Огромен И незабвен Помните Об этом С вами Был Апагама Наш И я Аполлона Муски Билский Помните Жизнь коротка Искусство Вечное И должно Быть Всегда Увлекательная 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 Увлекательная